Сегодня наша тема «Какой у тебя почерк?» У кого почерк не очень? У кого как у доктора? Прямая линия. Сотрудники знают, у меня такая подпись. Сплошная прямая линия. Одна линия. Должна быть читаемой. А у меня штрихи. У парней то же самое. Подпись может меняться. Когда я еще учился писать, и твой почерк сейчас, это большая разница. Большое отличие. А у вас почерк не менялся, похоже. Вот так бывает. Возвращайтесь в школу. Вот вам история. Забрали, значит, меня в армейку и пишу оттуда маме письма. Угораздило же меня собственное имя дорогой моей маме написать неправильно. А она вот говорит, сынок, ты, конечно, не Уильям Шекспир, но главное, что ты любишь Иисуса. Мам, я знаю, ты смотришь меня. Наша подпись — дело важное. Что же есть подпись? Подпись — это имя человека. Пишется разборчивым почерком для установления его личности. Ставя ее, мы выражаем согласие с содержимым документа. Подпись в договоре гласит, я одобряю эту сделку. Когда ставите подпись, вы одобряете то, что в документе. Ставить подпись — это оставить отметку о своем присутствии или знак одобрения чего-либо. Я согласен и ставлю знак. Подпись — это знак одобрения. Допустим, президент страны ставит подпись в конце документа. Документы всегда подписывают. Что говорят, когда именитый гольфист попадает в лунку с далекого расстояния, это его почерк. Наши поступки — это своего рода подпись, которая говорит, запомни меня таким. Перед тем, как покинуть местность, людям свойственно писать свое имя на деревьях, стенах, заборах, горах, скалах. Кто-то в ванной комнате калякает свое имя на зеркаль. Мы постоянно оставляем подписи. Это присуще нам. Образ нашей жизни — это подпись, указывающая на то, кем мы являемся и что мы одобряем. Образ нашей жизни — это подпись. Это почерк, который говорит людям о нас, о том, какой мы оставляем след на земле. Это наш почерк. Проповедь родилась из реплики Иова. Об этом сегодня и речь. Когда я получил это откровение, Бог сказал, «Отложи до нужного момента». А сейчас Творец дал добро. Иов был беспорочным пред Богом. Не идеальным, но беспорочным. Разницу я поясню позднее. Иов был непорочен пред Богом. Он оставил след на земле своим образом жизни. Он рассказал о своей жизни друзьям и прибавил. Вот моя подпись. 31 глава книги Иова просто захватывает. Страдалец повествует о прошлом. Вот какой я. Как закончил объяснять, прибавил. Вот моя подпись. Узнали меня? И вот вам подпись. Дорогое тело Господне, давайте поглядим в зеркало. Но не в то, что стройнет. Всем понравились стекляшки. Мне они нравятся. И камеры, что стройнет. Я люблю ту общину, где смотришь себя в записи. Там проектор. Да, брат. Выглядишь ты не очень. Надо меньше есть. Прочь пироги. Нам по сердцу зеркала, что стройнет. В духовном плане нам лгучие зеркала не нужны. Дайте нам истины. На повестке дня «Жизнь Иова». Что есть о жизни непорочного? Какой почерк у непорочного человека? Давайте рассмотрим зеркало этой истории. Надо побриться. Надо причесаться. Ведь Бог сказал, что Иов беспорочен. Будем подражать ему. Книга Иова – самая древняя. Самый древний сегмент Библии. Все ученые сошлись на этом. Однако, когда читаешь 31 главу, то словно Новый Завет читаешь. Старейшая книга. Ветхого Завета. А там полный набор заповедей из Нового Завета. Спасибо Иову. Он знал Бога. Да отложится тема у вас памяти. Разберем учения по главе. Первое. Сексуальная чистота. В этой сфере Иов всегда свет. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Наш герой понимал, грех – это не только проступок, но и мысли в сердце. Иисус проповедует, словно опираясь на 31 главу Иова, как схожи их речения. Отец смотрит на Иова и замечает. «А Иов-то беспорочен, глянь на его житие. Не на слава, а на дела. Я условился с очами. Сексуальная чистота. Как важна она? Библия предупреждает, что сексуальные грехи хуже. Ведь ты грешишь против своего тела, как важна для Бога наша сексуальная чистота. Иов женат. Не буду смотреть на незамужнюю и ее желать не стану. Если сердце мое прельщалось женщиною и остроил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелит на другого, и пусть другие издеваются над нею, потому что это преступление. Это беззаконие, подлежащее суду. Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое. Падать в сексуальный грех с незамужней или с женой соседа — это пламя, что навлечет на меня проклятие. Оно погубит урожай на корню. Благодать оставляет корень, а пламя греха спалит и его. Держись от блуда подальше. Иов, вот моя подпись, вот как я живу. Непорочный выслушает чье-то горе. Если я пренебрегал правами слуги, служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы он взглянул на меня, то мог бы я отвечать ему. Не он ли, который создал меня в очереве, создал и его, равнообразовал нас в утробе? Важен каждый человек. Лидер — это тебе. Начальник, услышь. Починенные важны. Папы, мамы, прислушивайтесь к деткам. Мои имеют право высказываться. Когда мы с семьей что-то обсуждаем, а у детей свежие сведения, выслушаем, причем внимательно, тогда и решение будет успешным. Почерк святого — это желание выслушать. Ты готов выслушать жену, если с ней не согласен? Готов ли выслушать несогласных с тобою? Дайте знать им. Выскажись. Я выслушаю тебя. Может, результаты не изменятся, но по большей части, когда выслушиваю посетителей, со своей стороны я делаю поправки. Таков наш Иов. Добродетель номер два. Подмога бедным. Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе. Впечатляет. Захватывает. Тайно зритель судеб Божиих Иоанн говорил так. Видишь тех, кто в нужде, и не помогаешь? Ну как же любовь Бога живет в тебе? Нет ее там. Как узнать, есть ли эта любовь в тебе? Когда видишь того, кто в нужде, и помогаешь ему, значит, ты ученик Иисуса. И томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой? И не ел ли от него и сирота? Да. Ибо с детства он рос со мной. Сопричастность Иова с сиротом, вот это да. Он жил с ними. Это Библия. Нам нужно заботиться о сиротах. Не проводи время с богатеем. Пребывай с сиротами. Помогай им. Все время твержу. Люблю служить заключенным. Чудесное служение было в Сент-Джеймсе. Данный центр закроется через 20 секунд. Ночлег на 160 кроватей. Как люблю там я служить. Иисус закроется через 20 секунд. Это сильно. И это мощно. И от чрева матери моей я руководил вдову. Это было частью жизни Иова. Ребята из детского служения обзванивают пожилых и заботятся о них. Наши ребятки приходят домой, к ним и служат. Вот о чем здесь речь. Вот здравое воспитание детей. Вовлеки их в служение бедным, болящим. Как я рад, что мои благословляют ребят из Африки. Из Индии. Не говори, что ты не можешь служить. Ты способен служить. Уже вижу, что служишь. Таков путь непорочного. Если я видел кого погибавшим, без одежды, бедного, без покрова. А что сказал на это Иисус? Предстанут предо мной овцы с правой, козлы слева. Козлы скажут, почему мы на этой стороне? Потому что не служили мне. Голодал я, и вы не накормили меня. Был наг, и не покрыли ничем. Был бездомным, а вы не приютили меня. Был в тюрьме, не навестили. Был в больнице, не пришли. Когда мы это не делали тебе, спросят они. Когда они послужили малым сим. Когда вернется Иисус, думаете, что он всего этого не заметит, или как? Он упомянул все это. Служил ли ты бедным? А болящим служил? Может быть, вдовом? Служишь ли ты вообще? Кстати, когда вы отдаете десятины приношения, то участвуете в наших служениях по всему миру. Мы делаем это вместе. Чудесно. Полагайся на Бога, а не на богатство. Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу? Ты надежда моя. Радовался ли я, что богатство мое было велико и что рука моя приобрела много. Иов не уповал на банковский счет. Не надеялся на акции и план застройки, но полагался на Бога. Это же новозаветное учение. Павел говорит Тимофею, те, кто ищут денег, наносят себе ущерб. Любовь к деньгам, корень всех зол. Многих это уничтожило. Они отошли от веры. Они гнались за деньгами. Написано, богачи, я вот к ним не отношусь. Если у вас есть авто, дом и работа, то вы в числе 5% богатейшего население мира. Мира, так что все вы богачи. Уже. А приори. Зажиточные. Богатейте добрыми делами. Не держитесь за то, что поглотят ржа и моль, но творите добрые дела. Хорошие дела. У богатства три функции. Во-первых, вы исполняете нужды. Бог за то, чтобы мы восполняли их. Поэтому он дал вам работу. Дает вам деньги. Он не против, чтобы мы наслаждались богатством. Писание говорит об этом. Если вы охотник, рыбак, байдарочник или в шкафу гора башмаков, бог не против. Бог говорит, дамы, вам говорит, «Дочка, радуйся, купи еще пару. У меня одна пара, пока целые ношу». Бог не против нашей радости, а его богатства. Но и говорит, богатей добрыми делами. «Ремарка, как узнать, раб ли денег я? При расставании с ним, если трудно отдать, я их раб. Поклоняйтесь только Богу». Поговорим о запрете кланяцетворения. Страдали циев, никогда не заглядывался на светило и не боготворило. «Бог для меня Бог. Я никогда не изменю ему». Первая заповедь, поклоняйся только Богу. Не ставь никого выше Бога, да будет на первом месте Бог. Иов жил так, детей потерял. жена проклясть Бога подначивает. Друзья оставили. Болезнь сковала. Каков его ответ? «Устами не согрешу». Я с Богом я доверяю им. Какой подвиг? Иов герой. Слов нет. Иов любил своих врагов. Это идет вразрез с законом Моисея с учением закона. Радовался ли я погибели врага моего? И торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его? Это идет вразрез с культурой и учением Старого Завета. Закон говорил «Глаз за глаз, зуб за зуб». А Иов, живший до закона, понимает «Врага не проклинай, но люби». Именно об этом учил Иисус Христос. Глаз за глаз, зуб за зуб. Теперь это отменяется. Теперь люби врагов, твори им добро. Иов это понимал. А как Давид молился «Просто жуть, да будет проклят. Пусть черви выйдут из утробы, исторгни их семя из земли». Читаю Иежис. Иов понимал, врагов надо любить, потому что он был непорочным. Давид по сердцу Бога Иов непорочный. Наш Иов был безмерно щедрым и хлебосольным. Странник не ночевал на улице. Двери мои я отворял прохожему. Я знаком с радушными людьми. Бывает же, заблудишься где-нибудь. Ходишь, как будто тебя по голове ударили. А тут возникает добряк. Брат, тебе помочь? Как же после этого на душе приятно. Станем же приветливыми. Не знакомец в фойе церкви, на работе, на заправке, в магазине, в парке, да хоть где. Будь участлив к судьбе ближних, будь хлебосольным, великодушным. Я могу вам помочь? Я могу что-то сделать для вас. По этой причине Бог называет своих непорочными. Он был честным. Ну и последний пункт на сегодня. Иов признавал свои неудачи. Иов признавал свои провалы. «Если бы я скрывал проступки мои, как Адам утаивал в груди пороки, он был беспорочен, но не безгрешен. Когда Иов грешил, он признавался Богу. Когда творил зло, он не таился никогда. Адам спрятался и покрылся бесполезными листьями. Иов сказал, «Когда спотыкаюсь и грешу, я открываюсь Богу. Я честен, я каюсь. И нам бы так жить, не прячь грехи, жить честно пред Богом. А как по-другому? Прощение получиться». Это и есть непорочное житие. Иов сказал, «Это мой почерк». Это мой почерк, по которому узнают меня. Какой ваш почерк, братья и сестры? И как узнают вас? Дорогие мои, что скажут о вас люди? Какие следы вы оставите на этой земле? Что думает Бог о ваших делах на земле? Вопрос к вам, к аудитории. Я вас не осуждаю? не тычу пальцем у самого кучи изъянов. Я не судья. Вместе давайте смотреть на беспорочного Иова и его жизнь. Вдруг есть маленький недочет с нашей стороны. Давайте улучшим наш почерк. Бог зовет «Ребята, пора исправить путь». Мы начали с подписи. Что за подпись у двухлетки? У пятилетнего ребенка? Какие мы точные? Сейчас мы по-другому подписываемся. А вот что позитивного в этом деле. Ее можно сменить сменить. Увидел свой грех? Ты не беспорочен. Все просто. Изменись. И тогда все изменится вокруг. Изменись. А теперь, сестры, выйдя замуж, вы сменили свою подпись, потому что фамилии теперь новая. Опять учились подписываться. Помню, и у Синди такое было. У кого из вас есть недочет? Поднимите, пожалуйста, руки. У всех. У каждого. А вот когда мы вступили в брак с Иисусом, ножа, мы вышли замуж за него и сменили подпись, вступили в брак с Иисусом и стали жить по-иному. Вот что важно понять. Подпись указывает не только на вас. Когда жена расписывается, указывает и на меня. Мы в браке. мы одно целое. Когда мы перед людьми, мы ставим подпись, что указывает не только на нас, но и на нашего Господа. Я хочу оставить память о своей непорочности. Хочу, чтобы Господь посмотрел на мою жизнь и сказал «беспорочный». Я не говорил «совершенный» и «безгрешный», но «беспорочный». Все вы хотите этого. А как этого достичь? Изменяйтесь. Изменяйтесь. Бодрствуйте. Начни с понедельника. Бодрствуй. Уходя отсюда, перестань чертыхаться. Не сквернословь. Не греши против официантки. Уже так не разговариваем. Далее. Доберешься до дома, не ори в зале. Уже так не ведем себя. Жена заговорила с тобой. Вы слушай внимательно. кто-то сделал тебе зло? Не мсти, но благослови. Скажи «прощаю». у непорочных слово с благодатью. Кого мы представители? Мы посланники самого Бога. отпусти почерк и подпись будут каллиграфическими. Оставь святую память после себя. О, да. Это был ученик Иисуса. Гарри, Рик, однажды вы покинете служение. Это произойдет, Господь. Когда это будет, помните о доброй памяти, что вы оставили. Это Бог. Это от Него. Такими и нам надо быть. Аминь. Вы благословлены сегодняшним посланием. тогда воздайте Богу славу. Поменяемся только, если поменяет сам Бог. Поэтому мы зависим от Него. Спасибо Иисусу. Аминь. Вы что-нибудь получаете сегодня? Тогда рукоплещите Господу, встаньте, пожалуйста. Возденьте руки, помолимся о милости и благодати, ведь мы не изменим себя. Господи, сподобь измениться нам. Благопоспеши избавить и от мелких грехов. Помоги писать красиво. Споспеши с Твой Божия. Стать другими. Без Тебя не сдюжим. Ты протягиваешь зеркало, слово не бронить нас, но сделать прекрасными. Хочешь сделать чудесными? Тогда уподобь нас себе. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас.